Всем привет! Меня зовут Варя и тема сегодняшнего урока — как древние люди представляли Вселенную. Для начала обратимся к определению, что же такое Вселенная. Вселенная — это космическое пространство и все, что его заполняет. То есть это различные космические или небесные тела, какие-либо газы, пыль — все, что может находиться у нас в космосе. И, конечно же, люди всю жизнь пытались понять, что же там такое. И до того, как наука у нас совершила некую революцию, древние люди тоже имели какие-то свои представления. Например, в Древней Индии считалось, что вся земля плоская, стоит на трех слонах, которые покоятся уже на черепахе, а вокруг них находится змей, который... Вот здесь на картинке не совсем это показано, но вообще он должен кусать еще свой хвост. Таким образом это символизирует некий замкнутый круг. И по одной из версий на брюхе этого змея как раз находится рисунок, который люди видели как звезды. В Древней Египте же представлялось, что земля эта у нас опять же плоская, и вокруг нее находится купол. Это было небо, и по этому куполу идет корабль с египетским богом Ра, который как раз таки у нас и отвечает за то, что восходит солнце, либо наступает уже ночь и восходит луна. То есть египтяне все привязывали именно к своим божествам. Другой вариант это междуречье. И опять же сохраняется концепция о том, что земля все еще плоская, но при этом она стоит на 12 колоннах. А например, в Древней Руси земля плоская, но уже покоится на трех китах, которые находятся в водах некого океана. То есть, конечно, мы понимаем, что все эти версии, они были далеки очень от реальности, но тем не менее люди в тот момент хотя бы пытались понять как-то, как у нас устроена Вселенная. И все это происходило до того, как Пифагор, древнегреческий ученый, предположил, что земля имеет форму шара. Но он тогда сделал лишь предположение. А вот доказал уже шареобразной земли Аристотель. Как он это сделал? Он проследил тень, которая у нас появляется на Луне во время затмения. И выяснил, что она круглая. Таким образом сделал вывод, что, возможно, и наша земля тоже круглая, раз такую тень оставляет. И при этом по Аристотелю в центре Вселенной находится Земля, а вокруг уже вращаются все остальные небесные тела. Затем была теория Клавдия Птолемея. И он как раз таки тоже стал разрабатывать некую систему мира. Он немножечко у нас углубился. По его системе в центре опять же находится Земля. Вокруг нее уже движется Луна и Солнце. Луна как главный спутник. Также он еще предполагал наличие пяти планет и вся остальная сфера — это неподвижные звезды. То есть он считал, что наша Вселенная, она вот какая-то такая замкнутая, да, и имеет определенные границы. Современное уже изучение, конечно же, доказывает нам, что те теории, которые были озвучены до этого, они несколько далеки от реальности. Мы понимаем, что Вселенная на данный момент безгранична. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.